МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Сокольникова. И сегодня у нас в центре внимания наш молодежь, которая добилась успехов в Перми. Они заняли первые места и не только. Сегодня мы поговорим с Дарьей Юрченко, художественным руководителем вокального коллектива «Престиж» и Варварой Ивановой, студенткой ДВФУ и участницей студенческой весны. Здравствуйте! Здравствуйте! Я напомню, что если у вас возникнут вопросы, вы можете задавать их по номеру, который видите на экране, в Телеграм или Ватсап. Ну что ж, давайте начнем с успеха. Передо мной сидят сейчас два представителя, которые получили гран-при. Это высшая награда на конкурсе, которую получили на гри на российской студенческой весне. По танцевальному направлению и по вокальному. Начнем сначала. Вы прошли местный региональный этап. Как это получилось сделать? Потому что участников очень много даже здесь. И чтобы поехать на Россию, нужно победить здесь. Ну, начну я. У нас было достаточно большое количество участников. Мы переживали, очень волновались. Члены жюри были из Москвы, из Санкт-Петербурга. Режиссеры, режиссеры Тавриды. Это очень такой интересный арт-фестиваль, который проходит в Крыму. То есть у нас была большая конкуренция. 75 коллективов. Конечно, волнение было сумасшедшее. Мы очень-очень переживали, но настраивались на победу. И, конечно, когда мы выиграли гран-при на региональном этапе, для нас это было вау уже тогда. И приложили все усилия, чтобы представить наш край, наш университет на всероссийской студенческой весне. И так здорово, что это получилось. Ну, вы говорите, 75 коллективов, это только в Приморском крае? Это только в Приморском крае. И как удалось выделиться среди них, чтобы получить здесь гран-при? Как удалось выделиться? Наверное, наш запоминающийся образ, наша постановка сама была очень выигрышна. Она просмотрелась как и у нас на региональном этапе, так и в Перми на студенческе. Я думаю, что мы были немножко такие запоминающиеся. И образ, и, в принципе, наша постановка. Мне показалось, что у вас была очень сложная постановка. Это был очень сложный танец, правда. Спасибо большое. Очень приятно, что нас выделили, как мы раскладываем музыку, как мы делаем движения, как мы используем юбка, когда у нас предмет был с нами. Это да, этим отличились. Я думаю, что попозже мы еще танец посмотрим, а мы пока поговорим про наш местный региональный этап. Расскажите, Дарья, как вам удалось победить вокальному коллективу на нашем этапе местного? Во-первых, у нас вообще просто суперпотрясающая конкуренция, которые, не знаю, просто снимают шляпу, они просто великолепны. И уровень очень высокий. Это вы про Приморский край? В принципе, у нас здесь? Да. Я вот была на конкурсе «Новые имена», просто смотрела ребят со всего края. Это что-то невероятное. Хочется нажать кнопку и просто пустить в прямой эфир и показать, какие у нас вообще дарования в крае живут. Это уникальные ребята. Я не знаю, что у нас в воздухе или в еде, но это потрясающе. У нас невероятные таланты здесь. А как вы думаете, в чем причина такой талантливой молодежи в Приморском крае? Я не знаю, наверное, у нас какая-то волшебная сильная земля. Это необъяснимо. Ну так, говоря про ваш коллектив, все-таки как удалось победить здесь? Мы особо не думали ни о чем. Просто наша задача была быть лучше, чем мы были год назад. То есть учесть все ошибки. Номер рождался постепенно. Музыку принесла наша студентка Катя Зеленко. Мы себя поддержали, постарались сделать из этого что-то необычное, что-то... Ну на самом деле музыка нас сама вела. То есть номер рождался просто вот в голове. Ты закрываешь глаза, тебе сразу картинка и вообще визуал. И она просто сначала родилась в мозгу. И потом постепенно мы начали воплощать шаг за шагом. Вообще номер сложный в том плане, что там реквизит, что там подтанцовка, костюмы тоже там непростые. И было просто дикое желание. Мне хотелось, чтобы этот ребенок, он просто родился, и чтобы его все увидели. А то, что мы победили, это было сюрпризом. Ну вы так интересно рассказываете. Давайте посмотрим фрагмент вашего выступления на российской студенческой весне. Горы, горы, подскажите, где у верности обиде, где не врут, не обижают. Горы, горы, умоляю, дайте путь мне точный, точный. Я пройду и днем, и ночь. Без вины и без огляд проживу там своя страна. Субтитры создавал DimaTorzok Очень красивый номер. Я, если честно, после первого просмотра осталась в восторге. И вот даже сейчас я смотрю, это просто великолепно. Расскажите, как все-таки проходил этот путь? Вы говорите, что вам один из участников коллектива принес музыку. Это авторская? Нет, это исполнитель Манижа. Я не помню, по-моему, на года три назад песня эта вышла. Может быть, раньше. Клип я не смотрела. Просто я послушала и подумала, что это хозяйка Медной горы. И просто зелёный цвет. Я не знаю, как это возникло. А потом, знаете, ещё такая мистика, интересная вещь. Оказалось, что в Перми откапывают постоянно таблички археологи. Они не знают, что за цивилизация там до этого жила. То есть вот этот пермский звериный стиль, я про него сейчас говорю. И там был человечек, он как пирамидой такой стоит, и под низом змей. А ещё на открытии везде изумруд. Песня называется «Изумруд». На экранах был изумруд как символ. И для нас это было просто, я не знаю, каким-то совпадением мистическим. Это было очень интересно. Ну как вы думаете, вообще-то, что есть такие совпадения, и ваш номер тоже, который называется «Изумруд», это как-то повлияло на вашу победу в этом году? Ну, только, наверное, для нас, что мы были так одухотворены и думали, боже мой, что бы это могло бы значить. Какая-то интрига. Наверное, только для нас. То есть вы внутренне уже настраивались на победу или как? В прошлом году мы были настроены, я была настроена на спецприз. Это был мой первый год работы с ребятами. Они немножко были в таком разобранном состоянии, потому что у них постоянно менялись руководители. И пришла я, и надо было как-то и собрать ребят, и внушить им доверие, и завоевать его. Это было... Ну, в прошлый год это была практически борьба за доверие. И я знала, что мы должны что-то получить, и, скорее всего, это будет спецприз. Это была моя как бы... Ну, не победа, да, триумфальная. Но нас должны заметить. Это прошлогодняя. Прошлогодняя, да. И это свершилось. Я была довольна... Возможно, ребята от себя ждали большего, но я была довольна результатом. И вот в этом... Этот спецприз, он был чем-то вроде «Мы вас заметили, мы вас видим». И в этом году я, конечно, хотела очень призовое место, но я гран-при не ожидала. Я не ожидала. Были очень хорошие отзывы у жюри. Мы выступали первым номером. Нам говорили, первый номер не просматривается. На первом номере на вас будут отстраивать звук. Всё будет плохо. Плюс у нас реквизит был. Мы его ни разу не видели. Нам его привезли там во сколько? В 9 утра поставили, и нам Константин Сальников, руководитель нашей делегации, в этом очень сильно помог. Вот вопрос по реквизиту. Вы когда приехали туда, у вас был уже с собой привезён реквизит, потому что номер достаточно большой. И танец есть, который сопровождает, и площадка, на которой стоят выступающие. Это всё с собой или вы уже там... Нет, к сожалению, с собой не получилось это всё привезти. Мы искали это уже на месте и взяли в аренду. Сцена тоже была не под этот номер. Там были такие здоровые шнуры. Розетки торчали на 15 сантиметров. Девочки танцевали на шпильках. Мы до последнего не знали, ну вообще, что делать. Как их выпустить? Может быть, их вглубь сцены? Что делать? Ну, в общем, очень было нервно. В итоге, в конце дня, после двух концертных дней, жюри разговаривали только про изумруд. И сказали... Первое слово было, я запомню это на всю жизнь. Люди, которые отсматривают по 400 номеров в день, говорят такие вещи. Елена Цой в коридоре вообще спросила, типа, кто это всё придумал? Можно я вас обниму? Это было просто невероятно. А потом началась такая интрига, то, что нас не взяли на галоконцерт, а я очень рассчитывала на это. Я очень хотела, чтобы его увидели многие. И до последнего нам ничего не говорили. И даже за ночь до галоконцерта позвонили в 3 часа ночи и сказали, что они до сих пор думают. И нам было непонятно, в чём дело. Что не так? Почему? Ну, в общем, мы немножко расстроились. И когда нас не наградили на основной сцене, тут мы ещё конкурентов не наградили тоже, которые выступали на галоконцерте, мы уже всё, мы уже просто не знали, что думать. Это было очень драматично. Давайте вернёмся немного назад, поговорим про сцену. Вы сказали, что вот вы везли реквизит, не везли, не получилось, да, делали уже там непосредственно. А мне вот интересно с точки зрения танцевального направления. Новая сцена, причём, как я понимаю, не одна, вы выступали на нескольких фильмах. Вот скажите, как освоиться на новой сцене танцорам? Как вы себя чувствовали? Первая сцена была достаточно похожа на наш физкохол. Мы такого расценили. Достаточно удобная, но с первой сценой всё было хорошо. Когда мы пришли на галоконцерт, я ещё помню... Вы тоже участвовали в галоконцерте? Да, мы участвовали в галоконцерте, нас отобрали вместе с цирковым коллективом из ДВФу Конфетти. И я ещё пошутила. Говорю, ой, там вот круглая сцена, мы на ней, наверное, будем. Константин Цальников такой, ну да-да-да, не говори. В итоге так и оказалось, что была основная сцена, а в центре ледовой арены была круглая, её называли шайба, на которой нам и сказали выступать. Было очень много моментов танца, где с задней стороны, то есть со стороны наших спин, лучше не смотреть, потому что были какие-то моменты, там у девочки выезжали руки на солистку, то есть это всё втайне было, как-то всё не должно было показываться. Сцена осматривается просто со всех сторон. 360. Но руководитель студвесны сказала, что эта сцена специально для нас, и номер очень-очень классно просмотрелся, именно на круглой сцене. Мы быстро выбегали, потому что на подготовку нужно было время, нам сказали, мы вам его не дадим. Вот 25 секунд укладывайтесь в полной темноте, но тем не менее мы это сделали. Тяжело переживали, потому что вот очень-очень много моментов с юбкой, где там надо накрыть, где-то ещё, ещё, ещё. Вот, но смогли всё-таки, и очень здорово, что он так классно просмотрелся. Я помню вот свои ощущения, когда мы в конце тоже залазим под эту большую юбку, тишина, и потом резко очень-очень много аплодисментов, воваться, и ты сидишь такой, вау, это всё со мной. И ты не веришь, тебя аж трясёт, потом встаёшь и видишь этих людей, просто несколько тысяч человек, которые тебе аплодируют, и ты думаешь, вау, я это всё заслужил, мой коллектив тут стоит, и вы его видите, и это, конечно, такая гордость, и классно. А давайте посмотрим фрагмент, как это было, как вы выступали на круглой сцене. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Номер действительно необычный. И как родилась идея создать такое? Идея создать такое, естественно, рождается всегда во всех наших номерах у нашего руководителя. Она, как-то, помню, пришла на репетицию, такая юбка, из нескольких юбок, большая юбка. Вот, начали что-то пробовать, делать. Также трек на номер принесла девочка с моего коллектива такая, Екатерине Викторовне, моему руководителю. Сначала он не очень понравился. Говорит, такая, нет. А потом очень понравился. Мы начали вслушиваться, начали раскладывать, обрезать, резать, дополнять что-то, где-то слышать маленькие-маленькие звучки, которые можно выделить, чтобы было интересно. Естественно, костюмы, образ, это все наш руководитель создал. Вот, а дальше всем процессом танцевальным занимались все вместе. Как и всегда, одна большая команда все делает вместе, слушает друг друга, слышит. Иногда не слышит, иногда возникают какие-то, да, такие ситуации в любом творческом процессе, но потом мы находим себе силы придумать, сделать, вычистить. И классно работаем одной командой. И вот в этом, наверное, сила вообще всего. Ну, то есть это все-таки идет как командная работа. Вы не берете только то, что говорит вам руководитель, вы вносите что-то свое. Я правильно понимаю? Руководитель к нам прислушивается. Я очень ей за это благодарна, за то, что она все мнения наши учитывает. Она смотрит, как лучше, как будет более выигрышней. Вот. Я прям ей очень благодарна за это, что она слышит свой коллектив. Это прям классно. Расскажите, пожалуйста, по поводу того, какой год вы уже участвуете в суд весне. Потому что я знаю, что многие участники ездят несколько раз. Вот Дарья, например, уже второй год ездила с коллективом. Какой год и как меняется от года в год восприятие конкурса? На самом деле, Часпик участвует, я не знаю, с года 15-го, возможно, еще раньше. Также были победителями, когда в Часпике был только мужской состав. Знаю, что Пермь для нас очень знаковая. Я, когда я только поступила, девочки из моего коллектива с мальчиками ездили тоже в Пермь в 2019 году и привезли оттуда первое место. Также участвовали в галоконцерте. Также потом, это была, по-моему, юбилейная студ весна, были в Кремле и также танцевали танец японский, если кто помнит. Вот, нас, кстати, вспоминали, проходили некоторые делегации, говорили, вы тот самый Часпик, и это на самом деле так приятно, что тебя узнают, знают. и вот так же, как уже говорили, что можно я вас обниму, можно там, как это классно, как это здорово все было. Ко мне подошла женщина вообще, которая, я не знаю, просто такая, можно я тебя обниму? Конечно, можно, вы такие крутые. И вот, когда получаешь этот фидбэк от людей, от таких же творческих танцоров, да, от вокалистов, которые тебе говорят, это вау, это классно, и ты вот знаешь, что это все не зря на самом деле делается, прям все не зря. Дарья, а скажите, с точки зрения руководителя, вы были год назад, были в этом году, смогли ли вы тогда выделить какие-то особенные моменты, да, чтобы усовершенствоваться для конкурса в этом году? Ну, кроме понимания, что конкуренция еще выше, чем на региональном уровне, наверное, никаких, больше никаких. Ну, то есть, нет понимания, как победить в этом конкурсе, вы просто делаете то, что вам нравится, и там уже, вы знаете, Варвара, а у вас как? Потому что, как я понимаю, для вас лично, это тоже не первая студвесна. Да, это моя третья студвесна. Получается, на первой студвесне мы заняли второе место, к сожалению, в прошлом году мы не заняли ничего, но я думаю, что нас это только подтолкнуло, и я думаю, что благодаря тому, что что-то не удалось в прошлом году, мы вышли на такой большой уровень сегодня, вышли на такой большой уровень в Перми, что просто нет вопросов к тому, что почему Гран-при, и даже мы смотрели там комментарии в трансляции, в студвесне, в Телеграм-канале, и то есть было такое слово, что было такое предложение, что теперь понятно, почему у них Гран-при после номера на галоконцерте, вот, поэтому, да, только стремиться, не хочется понижать планку вообще абсолютно, вот, и надеюсь, что все продолжится дальше в хорошем темпе. Так и все-таки вопрос, почему у вас Гран-при? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что лично мы, многие, не верили в то, что, ну, Гран-при, ну, как-то может быть и нет, а может быть и да. У нас не было обратной связи от судей, потому что, ну, по каким-то обстоятельствам они сказали только в общем, и ты абсолютно не знаешь, что понравилось, не понравилось, как вообще они это все восприняли, только по отзывам людей, которые там были, то есть, мы вообще не знали, как на это реагировать, знали, что мы прошли в галоконцерт, но бывают ситуации, когда ты можешь пройти в галоконцерт, но не занять ничего, просто ты нужен для оформления, потому что вот так будет сейчас хорошо. Вот, и, не знаю, только, наверное, давала нам надежду это вот отзывы людей, отзывы зала, вот, так, я вот тоже скажу, что это только любовь к своему делу, и если ты действительно вкладываешь в это огромные силы, которые вложил там мой коллектив, мой руководитель, то да, тогда это залог успеха, когда ты все делаешь от сердца, все делаешь классно, и понимаешь, что вот, вот сейчас может выстрелить, вот так получилось, что это выстрелило, вот оно выстрелит или не выстрелит, вот так бывает, вот в этом году получилось, что да, это такой победный год, победный танец, эмоции просто, есть. Ну и все-таки мы при этом всем говорим о конкуренции. Конечно. Что она существует. Вот, Дарья, вы уже об этом сказали. Насколько тяжело было, вы отсматривали там соперников своих, насколько тяжело было соревноваться? Потому что представитель есть со всей России, со всех регионов. Сказать по правде, я не отсматривала ни соперников, ни на региональном уровне, ни на региональном уровне, у меня была просто идея, я хотела, чтобы этот номер увидели. И, конечно, приятно получать первые призы. Это очень приятно. Это наивысшая награда. Но мне просто хотелось, чтобы этот номер увидели. Я не знаю, это была главная задача. Мне просто хотелось, чтобы он получился, чтобы он родился, и чтобы его увидели. Но если говорить вообще об уровне студенческой весны, насколько там сильные коллективы собираются? Самые сильные, что есть в нашей стране. 80 субъектов Российской Федерации, самые-самые сильные. Вот я смотрела танцы более внимательно, чем вокал. И хочу сказать, что с каждым следующим номером нарастало напряжение, потому что номера были все сложнее, все интереснее, интереснее постановки. И когда вышли вы, ребята, ну просто казалось уже, ну что куда уже? Куда? Вы задаете планку. 10.54 тоже. Это тоже коллектив из Приморья, который занял второе место? Первое место. 10.54 – это коллектив ВГУ, это руководитель Дмитрий Сухарев, тоже гениальный человек. Он ставил нам танец на наш вокальный номер. Это обрамление из ящерок. То есть это такая командная работа, все-таки конкуренция. Это вот в вашем случае не было конкуренции с точки зрения вокала. Вы просто сделали номер, который нравится вам. А вот если говорим про танцы? А у нас мы знаем своих конкурентов в лицо, и мы следим за ними. Ну как, не то, чтобы я слежу там, ах, как что они сделают, жду их ошибки какой-то. Нет. Мы прекрасно понимали, что люди, которые участвуют в галоконцерте, мы знаем, на каких чемпионатах они участвуют. Они с нами были на проекте на Первом канале. Вот подвал танцевальный коллектив. Вы уже знакомы, дано и соревнуетесь. Мы знали, что они выигрывают очень много чемпионатов. Вот номер, который был там на галоконцерте, мы знали, что он уже многое занимает, и ты уже трясешься. А вот есть какие-то чувства, ну вот, что вы победили, обошли своих конкурентов? Есть такое? Конечно, есть. Не буду скромничать, не буду говорить, что... Нет, мы вообще рады. Нас разрывают просто от того, что да, вот это получилось. Это сегодня получилось. И теперь вопрос. Мы уже подходим к завершению. У меня вопрос. Какие у вас планы? Вот если коротко рассказать о планах ваших коллективов. Гран-при — это высшая награда на судовесне. Что дальше? Ой, начну я. Я думаю, что мой руководитель сейчас очень переживает, потому что это достаточно высокая планка. Номер уже трижды обладатель гран-при. То есть в Приморском крае два раза и один раз на российском уровне. И, конечно, не хотелось бы сбавлять темпа. Еще больше гран-при? Естественно, хотим еще больше. Я поняла. Дарья, если мы говорить будем про вас, то что? Я бы хотела на международный уровень. То есть гран-при международного уровня — это следующий этап? Как минимум выступление за границей. Какие планы? В планах уже есть ближайших что-то? Ну, пока только разговариваем, ведем переговоры с CCTV, с Китаем. Не знаю, что будет, что из этого выйдет или не выйдет. Но хотелось бы очень. Хорошо. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что вас ждет много творческих успехов в гран-при. Спасибо, что пришли, что обсудили такую интересную тему. С вами была «В центре внимания». До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова